Весна набирает оборота, вместе с ней и плей-офф КХЛ. Команды из верхнего посева, словно сговорившись, начали первый раунд откровенно неважно, ну а настоящих сенсация, говорить пока всё же рано. Сумел ли трактор забрать и второй матч в Уфе? Сейчас расскажем с вами скользкий лёд на кинопоиске, чё зря время терять, погнали сразу к хайлайтам. Команда Виктора Козлова стартовала с осечки. Челябинский трактор впервые в сезоне сумел одолеть Уфу, мигом породив множество сомнений об исходе серии. Но мы ведь знаем про качество лошадей, которые начинают с места в карьер, верно? Осталось лишь подтвердить это делом. Привезут ли парни Заварухина на Урал две победы? Или же Салават всё-таки сможет сравнять счёт в серии? Давайте разбираться. Трактор забрал первый матч со счётом 3-2 и открыл счёт в первом периоде в меньшинстве спустя 4,5 минуты. И здесь челябинцы к быстрому голу также были близки. Антипин в этой ситуации прощает, но уже через несколько секунд шайба за спиной Самонова всё-таки оказывается. Это бросок Виталия Кравцова. Вот такой причудливый рикошет, и это 1-0. Но Виктор Козлов берёт тренерский запрос на предмет положения вне игры, и мы отправляемся на долгий видеопросмотр, который подтверждает этот самый офсайт. Сейчас все тренерские запросы на сайте KHL подробно разъясняются в этом плей-офф, так что, если хотите полных объяснений, пожалуйста, читайте, смотрите. Но так, если вкратце говорить, коньки Кравцова полностью за синей линией. Шайба пересекла синюю линию не полностью, так что эта шайба отменена верно. Смотрим дальше за моментом первого периода, который в целом, вот кроме этого незащитного гола, складывался, наверное, за Салават Юлаев. Здесь и преимущество довольно солидное по броскам. 15-6 в пользу у финцев. Это момент с нарушением правил Панин 2 минуты получает за опасную игру. Высоко поднятый клюшкой, однако своё большинство челябинцы не реализовали. А здесь Саша Хмелевский лезет на пятак. Зака Фукали Хмелевский, который был активен вчера, и который в концовке мог спасти Салават. Если помните, там два броска Хмелевского было, но там Фукалида и вся оборона трактора в концовке в итоге выстояла. Перевалив за экватор первого периода, здесь была вот такая стычка, вот такая потасовка, и тут был обоюдный штраф. Ткачев и Кузьмин по 2 минуты получили. А это значит, что мы играем в формате 4 на 4, больше свободного льда. И именно на этом свободном льду трактор взял и погорел, потому что этот свободный лёд дали как раз-таки Саше Хмелевский. Посмотрите, сколько у него времени, сколько у него свободного пространства. Проката 3 или 4, наверное, сделал от синей линии. Здесь ещё вытянул, прицелился и точно в 9 с кистевого положил. Ливо записал результативную передачу. Идеальное попадание Хмелевски. Есть первый гол в розыгрыше. Плей-офф Кубка Гагарина 1-0. Салават повёл и повёл впервые в этой серии. Меньше 5 минут до конца первого периода, а Салават продолжил свои моменты создавать. Вот здесь ещё один очень неплохой шанс, отскок. И вот тут уже отмечаем игру Зака Фукали, который, в принципе, хороший первый период провёл. И его вины, конечно, в пропущенной шайбе от Хмелевски никакой нет. Так что Салават давил, Салават создавал больше, но наиграл только на одну шайбу. Более того, вот здесь быстрая контратака Челябинска. И сейчас этот эпизод разберём подробнее, потому что Виталий Кравцов всё-таки забивает по правилам. А пришёл этот момент из большой неудачи для Салавата. У Василевского при броске сломалась клюшка. Он правый защитник. И пока он её подбирал со скамейки, которая дальняя на дальнем борту находится, Кравцов убежал и забил. Обменялись голами и летим. Во второй период и Салават эту 20-минутку начал просто образцово-подобающий. Первый момент. Ливо чертит под ворота. Здорово играет Фукали. И здесь второй шанс тоже потрясающе возникнет у финцев. Если бы они в стартовой 5-7 минут свой гол нашли, это было бы, наверное, абсолютно справедливо. Вот здесь ещё один момент нарисовали. Посмотрите, какое движение оставили Пименову. Тот бросает совершенно с неудобной стороны крюка. Здорово играет Фукали. А вот один из ключевых эпизодов, кстати, по второму периоду, потому что Шабанов в этой ситуации бьёт Башкирова по рукам, зарабатывает 2 минуты, и это первое большинство для Салавата, потому что когда удалялся Ткачёв, там был штраф и у Кузьмина. Там играли 4 на 4. Трактор здесь не выводит шайбу, но это полбеды, что не выводит. Главная беда, что эта шайба сразу попадает на крюк. Джошуа Ливо, который бросает точно в угол и пробивает Фукали Шаров и Кмелевский. Запишут сюда результативные передачи Кмелевский уже в двух шайбах. Поучаствовал для Ливо первый гол в сегодняшнем матче и первый гол в серии. Была возможность и у Трактора поиграть в большинстве, когда вот здесь Кузьмин схватил 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Родвулду досталось, однако свой шанс в большинстве Челябинск не использовал, да и в принципе особо моментов-то и не насоздавал. А вот шансы Салавата продолжили появляться и вот еще один потрясающий момент в копилку у Фимцев. В целом, если на статистику второго периода взглянуть, то здесь также довольно солидное преимущество Салавата по броскам. 17-10 в створ и целых 9 заблокированных бросков от игроков Трактора. Так что, если бы к этому моменту счет был 3-1 или 4-1 в пользу Уфы, наверное, ничего удивительного в этой ситуации и не было. Но счет еще встанет 3-1. Вот в этой ситуации, когда Джошуа Ливу оформит дубль, бросил дроздов, Фукали не сумел эту шайбу зафиксировать, она отскочила точно на пятак, точно под него, и здесь за Ливу никто не доследил. Дубль Джошуа Лива на уменков запишет вторую передачу, и это 3-1, абсолютно заслуженные по итогам 40 минут игрового времени. У Трактора еще было время, чтобы уйти на перерыв все-таки в положительном настроении, однако ближе челябинцы были скорее, чтобы пропустить четвертую, потому что еще моменты продолжали у Салавата создаваться. И вот здесь, например, попадание Хмелевской в штангу. 3-1 это серьезная заявка, но это еще не победа, а вот делать результат Салават мог вот в этой ситуации, когда сам домашний борт сыграл за них, и такое ощущение, что Аллыкин просто не был готов, что ему отдадут в этой ситуации. В итоге бросок не получился, и Салават свой шанс упустил, а получи они 4-1 в начале третьего периода, и, наверное, во многом вопросы по победителю второго матча были бы сняты. Третий период вообще не особо был богат на какие-то атакующие действия. Вот неплохой момент Трактора, давайте отметим, который легионеры создают, и потрясающий момент Бадди Робинсона. Здесь, наверное, Салавату откровенно повезло. Ну а вот самый эпичный, наверное, пока момент и этого матча, да и всей серии пока что. Это массовая потасовка. Началось все с Ярулина вот здесь, но тут на самом деле нужно смотреть, потому что дальше еще и Котляревский с Башкировым в отдельную такую пару, причем Башкиров, кстати, удаление здесь не получил, потому что, грубо говоря, он ничего в этой ситуации не делал, и всячески показывал, что вообще этой драки он хочет избежать. И Котляревский свое получил. Но самый эпичный момент ждет нас чуть дальше. Это Бадди Робинсон и это Панин. Сейчас нам это покажут. Ба-бах! Вот такая кувалда летит Панину, причем я не знаю, как здесь характеризовать действия Робинсона. Он, во-первых, дальше еще и с Василевским сцепился, потому что Панин, может быть, и не прочь был бы подраться, но Робинсон так одну перчатку снял, руки вниз, и Панин просто не был готов к такому удару. В итоге Робинсон получит 5 плюс 20, но там, на самом деле, штрафы можно просто пачкой все перечислять. Ярулин, Алалыкин, Василевский, Котляревский, Шаров, Родуэлл там даже свое получил. Ну и Робинсон ключевое, вот, собственно, удаление из всей этой потасовки 5 плюс 20. Однако Салават вот эту пятерку свою не использовал, ну а дальше уже концовка, пустые ворота, и вот здесь, что самое обидное для Трактора, что Григорий Дронов, герой вчерашней встречи, здесь становится антигероем, потому что неточная передача в чужой зоне, дальше Дронов проиграл стык в средней зоне, и Башкиров поражает уже пустые ворота с передачи Хмелевски. У Хмелевски 3 очка в этой встрече, Салават берет второй матч 4-1. Смотрим на сетку Востока. Салават Юлаев забрал второй матч у Трактора, будет ли домашняя победа у другой зеленой команды, узнаем через несколько часов. 3 очка Александра Хмелевского, 3 очка Джоша Ливо, и Уфа сегодня ликует. Первый матч этой субботы позади, но впереди-то еще 4. И пока вы смотрели этот обзор, мы вовсю трудились над вторым, так что оставайтесь на связи. Мы сегодня еще вернемся. Это был «Скользкий лет» на кинопоиске. Увидимся совсем скоро. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok